здравствуйте мои дорогие я снова рада видеть вас на своем канале ну что девчоночки новый урок поехали девчоночки по поводу вот этой вот работы ваше мнение я спрашивала в инстаграме то есть на самом деле такой дизайн на канале уже был но выполнялся он на типсинках ну и композиция выглядела на типсиках чуть-чуть по-другому я спрашивала нужно ли вам дублировать такой же дизайн на ручках большинство мне ответили что нужно поэтому я сделала монтаж этой работы и так что же мы сегодня будем с вами делать сегодня мы с вами будем делать яркий летний сумасшедший дизайн ногтей смотрите девчоночки почему этот дизайн становится летним потому что здесь использованы яркие вот такие вот сочные цвета если бы мы использовали в этом дизайне голубые оттенки то он бы стал зимним если бы мы использовали коричневые желтые цвета то стал бы осенним поэтому к времени года этот дизайн привязать в принципе невозможно но именно из-за того что мы в данном случае использовали вот такие вот розовые цвета он смотрится очень вкусно очень сочно и очень по-летнему но мы тем временем перекрыли цветом наши ноготочки смотрите девчоночки номера используемых цветов и ссылочку на магазин я вам оставлю в описании на центральных пальчиках мы на двух выбрали центр нашей композиции и теперь стараемся свести всю композицию так чтобы у нас на двух пальцах получилось единое целое какие же элементы в данном случае мы используем вот такие вот всякие разные полупетельки именно при помощи этих полупетелек мы не собираем тот дизайн который у нас будет в конечном итоге на самом деле при помощи этих полупетелек можно собрать 2 миллиарда дизайнов и не и они будут совершенно друг на друга не похожи поэтому здесь уже включайте вашу фантазию и что сюда рисовать это зависит только от вас но у меня в данном случае такой себе цветочно-растительный орнамент потому что именно при помощи этих полупетелек я собираю цветочки и такие себе листики получается именно что то такое очень очень растительное а а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Потому что если мы создадим объем и перекроем его финишем, то соответственно объем у нас зальется, пропадет и его настолько видно не будет. Ну а теперь смотрите логику, девочки. У нас на руках набросана разукрашка, да? То есть у нас есть границы, у нас есть элементы, которые мы теперь просто разукрашиваем. Но при разукрашивании мы стараемся расположить материал так, чтобы объемы у нас были продуманы. То есть чтобы где-то у нас были прям высоты из материала, а где-то материал сходил на нет. То есть мы объемом моделируем еще дополнительный изыск нашего дизайна ногтей. Ну а сам процесс довольно прост, и как располагать объемы и зачем проследить, когда вы их располагаете, я вам рассказывала, когда показывала этот дизайн на типсиках. Ссылочку на этот мастер-класс я вам оставлю в описании, сходите посмотрите, если вдруг вам что-то непонятно. Но на самом деле здесь очень просто, очень быстро, создание этого дизайна занимает минимум времени, но смотрится такой дизайн очень замечательно. Продолжение следует... 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 Вот и готовы наши ноготочки. Девчонки, сходите, посмотрите на типсики и сравните, слишком ли оно похоже или не слишком. Мне кажется, что в принципе стилистика одна и та же, но на самом деле дизайны получились совершенно разные. Ну а я на сегодня с вами прощаюсь, всем до новых встреч, пока-пока!